Видео сделано при поддержке сайта igao-mobile.ru, где вы найдёте новости, гайды, обзоры на персонажей мобильной версии Mortal Kombat X и Injustice. А также подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Ссылки в описании. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и после долгой паузы мы вновь возвращаемся в Injustice 2. Ждём обновления, ждём фильм Лига Справедливости, конечно же. Думаю, тот ещё будет Калл, но всё же я надеюсь на лучшее. Ну а сегодня мы посмотрим на Капитана Холда. Я считаю, что персонаж вообще имба. В данном случае он у меня без снаряжения, но и без снаряжения он нехило так надерёт задницу своим соперникам. Читать мы сейчас ничего не будем, мы сразу отправимся в бой. Возьмём один бой без снаряжения, взял я ему вот такую вот команду. У нас будет пополнять здоровье всей команде Аквамен Броня Атланта. Классный перс. Если вы хотите на него тоже отдельное видео, ставьте большой палец вверх и, конечно же, отпишите в комментариях. А также я взял ещё вот эту прекрасную чудо-женщину. Она у нас серебряная, но она будет улучшать атаку всей команды, а также она получает особое улучшение в боях против мужчин. Но это нам не надо. Она чисто будет атаку улучшать, потому что у моего красавчика, так скажем, Капитана Холда, нехилая атака с помощью снаряжения, конечно. Так, давайте выберем себе соперника помощнее. Вот 56 у нас был, да? Самый мощный. Будем биться против него. Конечно, без обмундирования он выглядит прям как пацан. И воротника у него классного нету. Ну ничего, это только начало. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Робин, ты что-то разошёлся. Ты думаешь, я драться не умею? Так. Опа. А блок ты не ожидал. Блин, вот у Робина от этой спецатаки, от любой спецатаки повышается. Вот тихо-тихо, мужичара, вот ты давай-ка. Нам нужно пополнить сейчас здоровьица. Ты вот стой здесь, мужик. Сейчас, тихо-тихо-тихо. Я знаю, что ты крут. Так, короче, сейчас мы... Да вы что, серьёзно что ли, офигели? Да вообще ты красавица, конечно. Ну давай-ка я вторую спецатаку сделаю. Возьмём капитана холода снова. Мне очень у него нравится второй спецприём. Блин, что-то я тихо-тихо... Совсем позабылся. На! О, тихо. Выбрали вовремя мы. Нашу зверскую чудо-бабу. Так, теперь нам надо бы, по сути, здоровьица поднять. Давай. Да ты чё? Серьёзно? Я брутальный мужик снова. Так, пусть у нас капитан Холл пополняет здоровьица. А вот сейчас мы его вызовем. Мне очень нравится у него вторая спецатака. Давайте посмотрим на третью. На тебе! Ну он, конечно же, восполнится. На, я тебя заморожу. Вот и меня, блин, заморозили. Вместе от планта. Пуля, блин. На тебе в глаз. Не очень, честно говоря, прошёл бой. Многие меня, скорее всего, даже захаят за это. Ну, всякое бывает. И у меня это бывает часто. Так, время одеть на него всё снаряжение. Давайте посмотрим, чё нам даёт масочка. Она у меня прокачана до 12-го левака. И, значит, здесь 6,6% к защите, плюс 460 к здоровью. Можно, конечно же, её ещё круче сделать. Броня, значит, даёт нам плюс 650 к здоровью и 35 к атаке. Далее, наручи или перчатки, они здесь называются. Я их прокачал до 14-го уровня. И, возможно, эффект дождался и получил всё-таки атаку. Плюс 47. И основной эффект это плюс 75 к атаке. Далее у нас сапожечки идут. Крутые, тёплые. Здесь у нас шанс быстрой атаки, который тоже, кстати, можно поменять. Можно сделать просто атаку. Быстрая атака на быструю атаку. Но у меня было 5%, а там предлагалось 3 только процента. Стойкость к оглушению. Ладно, давайте оставим шанс быстрой атаки и 650 к здоровью. Это основной эффект. И, конечно же, холода пушка. Плюс 6% шанс критической атаки и плюс 3% ещё. То же самое. Давайте её возьмём. И сейчас вот он будет прям красава. Ну вообще волшебный чувак. Мне, честно говоря, нравится. По способностям, конечно же, 45% для команды стойкость к критической атаке. Далее в бою капитан холод с вероятностью 90% может отключить способность противника первую или вторую. Далее морозное поле, которое даёт длительный урон и минус 51% выработки силы. То есть будет медленнее пополнять свою силу для спецатак. Далее, значит, стена у нас есть, которая урон чисто наносит и сосулька убийца. Вот второй и третий приём мне очень нравится. Далее, таланты. Здесь, значит, эпический. Плюс 12% шанс критической атаки. Плюс 2% к здоровью. Это редко. Далее, обычная. Плюс 5% опыта героя. Я думаю, воспользуются как раз для прокачки. Хотя это очень маленький процент. И далее, обычная. Плюс 4% шанс критической атаки. Далее, данные. Давайте глянем, что у нас здесь вообще хорошего. Шанс критической атаки 26% в сумме составляет защита 6,6%. Можно её, кстати, либо прокачивать, либо всё, так скажем, переместить в шанс критического удара. Ну что, давайте попробуем подраться сейчас. Я думаю, сейчас буду пошустрее выносить наших соперников. Возьмём, конечно же, команду помощнее. 63, по-моему, была самая мощная. Кто тоже открыл данного персонажа, отпишите в комментариях свои наблюдения. Будет интересно почитать. Так. Мы, кстати, применили вот как раз отключение способности какой-то. Неизвестно только какой, первый или второй. Так. Да, я знаю, красавец. Давайте тебе первую спецатаку. И, конечно же, они должны вот в этом кружке находиться. Так, я предлагаю поменяться на Аквамена, чтобы пополнить здоровьица. И заодно давайте вот заберём немножечко у неё... Ох ты, блин. Не дала. Какая. Давай, 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 ты лишайся. Мне нравится то, что вот это вот пространство, где наш соперник будет получать длительный урон, а также у него будет забираться энергия. Напомню, что Капитана Холода можно приобрести в магазине Арена. Так. Мы не посмотрели на самую крутую спецатаку. Давайте пока вызовем чудо-бабу. До сих пор снайпер Дэдшот стреляет прикладом. Разработчики просто, я не знаю, они слепые, что ли. Я уверен, что многие игроки за рубежом писали просто об этом. Итак, вот она. Самая крутая спецатака. По мне так она очень эффектная и напоминает, конечно же, Человека Льда. У него что-то подобное тоже есть. Он по такой спирали видной дорожки тоже поднимается и сверху ударяет соперника. Кто не видел видео на Человека Льда, это Marvel Битва Чемпионов, есть в плейлисте. А также я постараюсь в подсказках добавить плейлист Marvel Битве Чемпионов. И вы сможете зайти, найти видео на Человека Льда и, конечно же, посмотреть на его третью спецатаку. Ну а мы продолжаем. Сейчас я постараюсь, конечно же, более хорошо играть. Не знаю, как это у меня получится. Но вообще, чувак имбовый. Я думаю, его нужно качать до пяти звезд. Вообще не пожалеете. Видели, как он критически его вынес? Не-не-не, ты вот это бросай. Я знаю, что ты красава прям. Так, давайте посмотрим на вот этот выстрел еще разочек. Не подходи ко мне. А вот теперь можешь подойти. На тебе сосулечку. Так, время нам восстановиться немножечко. Тихо-тихо. Ну вот и че блок? Не поставил, а? Аквамен. Я ж нажимал блок. Поспи с рыбками. Я знаю, что ты. Зол на меня. Ну, честно говоря, больше всего мне нравится вторая спецатака. Четкая. И просто отмена. Спецатак идет. Ну, конечно же, не всех. Блин. Дай-ка я тебя немножко лишу, а то ты слишком много спецатак применяешь, блин. Давай, возрождайся, конечно же. Моя любимая спецатака. Привет, Джокер. Отлично. Завалили. Блин, он крут. Кому тоже нравится Капитан Холод, большой палец вверх. Я сейчас, конечно же, хочу себе набить на флэша из мультивселенной. Хотя бы, чтобы четырех звезд он у меня был. И потом мы сделаем на него видео. Кому данный персонаж будет интересен, отпишите в комментариях. Мы сделаем на него отдельное видео. Когда-нибудь. Если же у вас, допустим, нету аквамена броня Атланта, вместо него можно использовать фейта Повелителя Душ, насколько я помню. У него тоже есть первый спецприем, который восстанавливает жизни тому чемпиону, так скажем, или тому герою, который вышел в бой. Да я знаю, что ты меня хочешь уничтожить. Вот тебе моя вторая спецатака. Блин, тащусь от нее. И Крит вообще наносит нехилый. Персонаж имбовый. Так, держимся, держимся. Давай без спецатак своих. Блин, я не смогу вторую спецатаку применить. Давайте бабу вызовем, мне ее не жалко. Так, врубай умный блок. Вот так вот мы врубили умный блок. Да что ж ты. Это все, я виноват. Иди сюда. Я брутальный мужик, ты что забыл? Замечательно. Также, помимо данного состава, можно взять в команду... Ух ты, тихо, тихо, тихо. Пуля, блин. Я тебе сейчас такую пулю дам. Ох, как я мог промазать. Все. Капитан Холот, на тебя вся просто надежда. Да я знаю, что ты можешь говорить слово я. Вали отсюда. Прям вообще выносит вторая спецатака. Безумно нравится, я думаю, ее буду качать. Так, ты только давай без спецатак, а, мужик. Ох, тихо, тихо, прошу тебя, не надо. Фух. Реально меня пронесло, он мог свою самую главную спецатаку применить и меня завалить. Отлично, еще один бой мы выиграли, и сейчас последняя схватка. И кого же мы выберем себе? Так, 67, вот это неплохо. А есть 68, что-нибудь? Нет. Что ж, побьемся против Робина. Робин, кстати, у меня тоже прокачан до 4 звезд, это мастер клинка. Тоже можете отписать в комментариях, или вообще давайте голосование, может, устроим. Напишите в комментариях, как вам удобно, в подсказках размещать голосование, или чтобы вы в комментариях писали, на кого хотели бы вы увидеть следующее видео. Ну, а мы продолжаем биться за Капитана Холода. Так, Робин, ты, конечно, крутой персонаж. Честно говоря, он мне даже нравится, потому что у него повышается урон во время того, как он использует свою спецатаку. Не-не-не, Дэдшотик, ты тоже давай-ка не выеживайся. Вот моя любимая атака. Блин, конечно, не очень много она принесла, потому что все было в блок отправлено. Тихо-тихо-тихо, Робин, успокойся. Только не применяй атаку. Ну, конечно же. Вот так, вот отлично. Нет, ты стой здесь, я тебе сказал стоять там. Еще чудо-баба тут вылезла, успокойся, женщина. Это еще и мифическое. Ох, блин. Как я хотел сделать красиво, а ты мне не дала. Не дала, не давашка. Во-во-во-во-во-во, все, тихо, прекратили. Ты пробиваешь блок, да? Это круто. Пробитие блока это шанс неблокируемости. Если че. Блин. Че изобразил? Не-не-не. Тебя, пожалуй, завалит капитан Холл. Но сначала я немножко тебя лишу. Нет, подруга, вот не выходи из этого. Правильно, отходи назад. Давайте еще одну пустим. Восстановим нашего капитана Холл. Да и он завершит этот поединок своим вторым приемом. Блин. Какого фига ты вылез, Робин? Не на тебе я хотел его применять. Ну ладно. Мы все равно выиграли. Один миллион очков я набрал. Сейчас, как вы уже заметили, у нас арена длится всего три дня. Три дня. И там 20, по-моему, часов. Разработчики сократили сезон арены. Ну, думаю, это к лучшему, а может и к худшему. Дело, скорее всего, в том, что скоро выходит фильм Лига Справедливости. И им нужно подкатить к мобильной версии обновления. И, конечно же, добавить, я думаю, всех персонажей из фильма. Какого героя ждете вы из фильма, отпишите в комментариях. Вообще, блин, делитесь своими впечатлениями о фильме, об игре и, конечно, об этом видео. Ну а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!